здравствуйте друзья у нас гость в студии ну вот представляйтесь да мне зовут гений щерин и с мишей мы не виделись примерно лет десять последний раз на блоке юбилеев ламы еще кто в доме который много воды у тебя есть но у нас мы его продали а вот это вот гения и григорий вот это вот что надо это вот поэтому тут всегда путаница и мне задают этот вопрос часто носить а история тут такая что мой дедушка он был полный тезка григорий владимирович щерин и и когда я родился я был первый как бы внук а девушки уже не было в то время правда и начать по законам традициям меня начать естественно должны были назвать григорий но мама терпеть не могла правда бабушку так и покойного дедушку не имя особого нет нет ну наверное имя и она очень хотела меня назвать лёня и поэтому вот у меня осталось от дедушки а йони от лёни и получился гения и прям по патчу про ту гения не не я григорий я григорий владимир щекин я понял а а гений как бы в народ народные это народное для друзей для близких поэтому вот книжки пишу так григорий сколько гения понял я расскажу ребятам значит веселую историю который в жизни приключилась значит однажды у нас в этом доме о котором идет речь там было такое большое пространство для того чтобы собираться гостям была компания и компания уже собралась а тут моя дочь зашла там я уж не помню там все с чем и она зашла и так она смотрит там гости и вот она увидела значит гению и говорит а это кто я говорю а это говорит человек вот такой значит там гений щилин он известен тем что еще с гусманом в кв не участвовал совершенно верно и по-моему нравится только то ли внук или внучка появилась там была детская кроватка может быть . появилась девять лет назад вот вот так там и были в одесской кроватке чего я говорю что значит говорю с гусманом участвовал кого и и дочь моя которая уехала там лет в 11 там 10 11 и у нее к этого момента уже были довольно смутные воспоминания детстве советском она так гусман 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 га 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 давайте пару слов это было бакинская команда кстати вот будущем году будет 50 лет как бакинская команда вот это парни из баку появилась на телевизионном экране и получил это название завоевал звание чемпионов ссср ну да ссср ли кого не знаю как правильно но я очень рад что я когда был вместе с юликом на я конечно даю ему все кредиты за это дело потому что он человек который действительно сделал то что мы сейчас видим его лозунг был поставим к в на индустриальной рельсе это он тогда говорил и вся эта идея была того что это просто группа остроумных мальчиков шутила и пела то это превратилось бизнес это превратилось в организацию это превратилось клуб и нас были членские билеты и форма в спецотдел бухгалтерия я даже был первым капитаном клуба августа он был председателем август клуба август клуба парни из баку парни из баку это было советское время шестидесятые годы 66-67 год это довольно сложное время это мы нападали это это шестидневная война это еще там чуть-чуть начинается это получается это на острове даманском стрельба это события в чехословакии это было время чехословакии позже началось 68 год но тотальная тотальная система контроля над всем слово сказать нельзя нельзя как же вы членские билеты и вот это все ну а это вот то чем баку отличался от всех остальных городов советского союза там не было советской власти то есть она существовала номинально на самом деле возникло то что потом появилось уже в 90-х годах советского союза там фактически это все уже существовало там можно было когда мы только собирались попасть на большой экран и мы пригласили я помню там марьяну краснянскую аксель рода покойного там все эти деятели центрального деревни и этот самолет значит заблокировали всех пассажиров пока те не вышли мы встречали их прямо на поле аэродрома на поле же аэродрома стояла кавалькада машин которых так сказать каким-то образом но ребята с нашей команды начинал каждого был такой это папа не у каждого но многие были такие довольно влиятельные папы выделили черные волги и все это с кавалькадой сопровождением и четырех мотоциклов гаи поехала туда вот это уже было индустриально это можно было сделать только в баку на поэтому собственно мы и выиграли я думаю не думаю что мы были сильно островны но были более организованы ну хорошо что за история вот там сейчас расскажу историю про что а вот вот когда мы что шестьдесят восьмой год чтобы мы тогда у нас за победу значит наградили поездкой болгарию в шестьдесят восьмом году сейчас помню вся команда поехала и были мы на контрмолодежном лагере на золотых песках золотый песок сейчас помню и это было в августе и вот когда мы туда приехали как раз в середине нашего пребывания в этом курорте наши вошли в прагу и а в лагере было человек 400 чехов а и была наша одна такая интеллигентная группа где в основном такие были умные мальчики в очках и тут же появились а там сразу начали какие-то нервотрепки это листочки там были люди из англии из франции начали вывешивать листовки очень такая обстановка была довольно тревожная и мидельли значит там мидель я уже начинаю включать английские слова тут же появилась там какие-то ребятишки до кроновых костюмов все это взяли под контроль серых до кроновых костюмах это крон это что до крон это был такой блестящий такой синтетический материал крайне модный я думаю ты должен помнить я крем-плин помню до крон больше женский было так рон мужской но не важно да и они значит также начали наводить там дружбу и организовали дружеские олимпийские игры и вот нам выпало первый день играть волейбол с чехами волейбол играть не умею но пальцы у меня выломаны с тех пор потому что они просто били в нас вымещая всю свою злобу и ненависть захватчикам да вот такое время но шутки тоже были такие что не все читалось где-то между строк между ничего прямо нельзя было сказать я помню в каком-то капитанском конкурсе нужно было сделать рекламу аэрофлоту и я задание задание было да и вот одна из там шуток который я сказал это еще был внутренний квн передаю я сказал что лучше нету стране самолетов чем самолеты аэрофлота и зал грохнула аплодисментов казалось бы нонсенс да но в то же время люди понимают что ты имеешь ввиду и вот отсюда возникал сейчас так уже никто не шутит я помню в крокодиле была потрясающая карикатура меня это очень веселило там стало лезвие безопасное ну такого громадного размера такое безопасное лезвие и по нему сверху шла такая балеринка так она вот и было написано наши лезвия самые безопасные ну да там лозунги были такие наши села в наших плавках это сталевары так артиллерийском училище был плакат висела наша цель коммунизма и прочее кошмар сейчас говорят хочешь попасть в америку поступай в ракетные войска так а вот все таки вот эти уже задним числом интересно вот команда города одессы команда города баку команда ну хорошо там какой-то там моти или винтон там этот мединститут понятно что это в одном институте но но город вот откуда берется команда города это 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 как но это отдельная тема и об этом если хочешь расскажу ну пару слов да ну тут длинный рассказ во первых мне тоже доводилось преподавать в школе средней школе в институте когда я работал все это одновременно я делаю и бывают какие-то волны всегда подрастающем поколении которые на мой взгляд какие-то волны это за одно свой тоже выключен да может быть дверку прикроем чтоб нам оттуда никто не начал шуметь отлично все мы мы затихли спасибо и было тогда много очень хороших ребят как-то в одно и то же время появилось очень много цвета да все были из города и все кто-то из университета кто-то из армии и надо дать юлику должен что он как-то удалось всех собрать а вообще как это происходило а вот он был тогда он был тогда как это называлось инструктором центрального комитета комсомолка республиканского республиканского да и они играли вот его младший брат был тогда при миша который я извиняюсь это это фуллтайм работа у него это у него была фуллтайм работа он был студентом мединститута потом пошел туда и одновременно заочно учился в мединституте в аспирантуре и вот он тогда сделал вот эти оперативные отряды оперативные отряды ходили по улице с повязками они не они не ходили но уже с повязками они тоже все это было очень хорошо организовано как всегда елик это делала не были машины свои они ловили те кто спекулировал билетами они не был там подвал все как там самого куда них приводили там и играли такой я могу сказать так типа гитлер юген и он а у меня была как раз группа людей которые вот мы пытались создать квн и мы с ним были соседи учились в одной школе поэтому и дружили и вот он начал меня хотя он старше меня два года он меня вот тянул и моих мою команду в эту организацию я старался его перетянуть туда я считаю что успехов то что мне удалось его перетянуть в это дело с ним пришел уже успех организационный но получается что гусман знал как много народу который он ты которых он подвел и он достаточно харизматичная личность да но и я тоже знал много народу я сейчас знаю много народу но вот там как то это все это все привлекло все больше и больше и больше и больше людей это уже росло это была команда каким образом каким образом вот какая-то такая неформальная более-менее тусовка вдруг оказалась на экране вот там как ну так это было и целью наши попасть на экран у нас было нет этого оттусовка неформальная которая воплощалась команду ковен государственного университета команду ковен азербайджанского института нефти и химии который я был капитаном и команда политехнического института много есть на youtube этих штук и все это в виде соревнований мы определили рассказать лучших из лучших и из этого собрали команды а вот хочу сказать спросить вы же общались с людьми из других там команд да да но не суть значит вот вопрос чем все-таки я вспоминаю вот кбн 60-х до того как его грохнули и это стало ну-ка парни вот как-то вот в ту сторону ушло но вот это наши было еще два года наши после этого он его да так вот пока к вен не убили там было какое-то засилье евреев вот говорили куда делся к венгет находчиво веселую их линобаму на боевой в израиль но конкретно в городе баку например да вот нет не было евреи не чувствовал себя что его куда-то не пустили вот теперь москве зима не пусть я тебе сказал баку не было советской власти а значит и не было я конечно говорю фигурально так же не было фигурально государства я знал что у меня нет проблем защитить мою диссертацию кандидатскую но я знал что у меня будут проблемы я буду пытаться защитить докторскую но я знал что это тоже можно это будет трудно меня об этом говорили при определенных моментов люди уважали власть деньги силу ум и это очень ценится но ум все-таки уважают то скажем уважают это хорошо хорошо значит то есть на самом деле вот советская власть показывает по телевизору толпу веселящихся евреев это не было никогда проблемой вот не обсуждалось куларах вот что что-то такое до добра не доведет что не может вот это долго ну во первых во первых там достаточно всегда был смешанный состав и у нас и наши команды я думаю господи я уже забыл сто лет прошло я думаю было процентов 25 но было много азербайджанцев и русских и армян это про это вашей команде но вот когда выходишь что телевизор смотришь этот левентон тут тебе хейфиц тут тебе гусман и просто вот я думаю что меня лично это не разгражало но я думаю что это когда закрыли не из-за этого я думаю когда закрыли именно из-за того что он стал организацией ей и вот вы были первыми которые они это почувствовали что это становится организованной группой и а любая организованная группа диктаторском режиме всегда представляет опасность поэтому ночи это за с точки зрения аполитичности вот все таки даже тот к вы даже к 60 лет к вы даже то что по телевизору показывали там было много такого подсмеивались над системой конечно ну так же как это было в передаче я не знаю который был иванов вокруг смеха так как это было литературной газете и так же как это было везде и вся задача была про пройти через цензуру что тебя пропустили но была большая внутренняя цензура люди знали что никогда вот так нельзя сказать а вот так может быть и можно потому что умный поймёт а дурак не оценивает я купил себе недавно даже хотел прийти у меня есть такая майка берни гевара я хожу по улице я вижу такие одобрительные взгляды постоянно со стороны людей которые так сказать я уважаю они понимают что это шутка а за стороны людей которые за это вот еще один погромщик хорошо такой вопрос вот масляков старший он вообще что мы понимаем что он здорово с властью умел общаться да то есть он он лавировал он как-то все таком было серьезной должности редактором передач для молодежи да на телевидении то есть он безусловно политический грамотный чек так сказать лавирующий он ну вот как как вы его воспринимали и я не лично вот он как он влиял на это все вот как же я думаю в наше время он никак на это дело не влиял и он был просто так сказать ведущим и вместе со светлой жильцовой шутка хотел что масляков не жильцов на этой свете как говорили но я думаю что он тогда не влиял не нужно были какие-то неприятности я знаю что его отстранили тогда на пару лет какие-то были у него проблемы а вот сейчас уже когда я уехал уже восемь восемь году да я уже один раз я встречался здесь и сейчас он стал крупным капиталистом так сказать очень уважаемым медвистом и путиным медийным капиталистом да он он практически насколько я понимаю я не хочу спекулировать понимаю он практически это называется александр масляков и компания это бизнес это как партнов компьютерского для масляков и кого а то есть он как бы фактически является производителем этих передач я думаю продюсером да я думаю да моя сейчас так сказать далеко не я только знаю что одну вещь могу сказать про маслякова когда я его увидел первый раз шестьдесят восьмом году на чем был на пятьдесят лет младше чем он есть сейчас и он мне тогда показался очень старым очень только старше меня думали 300 года он оказался старым уже не было 20 а ну когда смотришь его камеры это первый раз был на телевизионном центре и ты смотришь камеру удивительно телегиничный человек он выглядит ребенком и сейчас ему уже за 75 и он все равно выглядит юноши молодой выглядит изумительно потрясающе как это чисто вот я например очень не телегиничный так что если вы меня увидите в жизни я гораздо более симпатичный чем на экране я смотрю на камеру смотрю надо посмотреть с точки зрения последующей жизни вот вашей вот в этом отбомбились в шестидесятые потом пошла какая-то жизнь мы это ты меня на вы или эти команды команды к вы вообще вот бы вот эта группа большая не только бакинская команда вот вообще вот вот эта группа большая людей значит вы что-то делали квн прикрыли у вас была какая-то другая жизнь бы там работали не знаю я ушел просто да но вопрос том что вот сейчас уже спустя там столько-то лет это все равно как то вот у вас ну сегодняшнее что-то в вашей жизни или этому было забылось и как-то вот я думаю что это осталось это это школа квн а это школа быть находчивым и школа найти выход из тяжелой ситуации которые особенно было трудно найти в те времена тогда она очень помогает а вот я вообще с ужасом убеждаю что все привычки которые я приобрел все больше и больше становится полезными необходимо здесь не очень жалко но когда ребята вот контакты как-то с гусманом один раз я встречался только будучи командировки в москве здесь очень много ребят из одессы вот был знаменитый капитан фима аглицкий женик здесь был снова здесь же снова организовали кавэ но довольно успешно проходил несколько лет пока тут была такая большая группа русскоязычных молодых ребят здесь был у нас реки они чемпионами стали дарка я вори владимирский делал тут команду там отцы и дети называлась она вечно живые или вечно живые я не участвовал там я помню он ходил с таким посохом такого деда изображал ну там в ковене значит такого ну отмороженного коммуниста такого попрятались тут по мастуру бедру наша школа паркнов компьютерского она была много лет спонсором команды квн бёркли правильно была такая команда вот где там много друзей моей дочери замечательные умницы были ребята но опять же такое же большое количество представителей пятой графы не раздражало там было важно поскольку ты объединяешься в группу против того против которой работает общество здесь как-то этого не у нас это было настолько что просто поскольку команда из баку то нужно было иметь определенное количество когда в ряду стоят чтобы выглядели хорошо так оно и было но кстати ребята были все очень островные я просто не видел не помню никого который там был для видов все были по-своему талантливые и приносили пользу на излете советской власти значит в школах ну в москве во всяком случае там появились советы школ совет школ там было значит представители администрации но не от школы педагогического коллектива и администрации родители и учащихся и значит меня избрали совет школы а там мужики которые были в совете школы они сказали поскольку ты единственная с русской фамилии тут это будешь председателем хорошо я был председателем совета школ есть такая категория русские фамилии рыбаков портнов серебряков я русских не вижу не все евреи я парни из моего портного в тоже не но я видел его новых евреев но это господи всякое бывает да и целый вот рыбаков портнов орлов серебряков орлов очень очень хорошо но это все же как происходило когда нам позже революции меняли фамилия какие-то интересные книжки да давайте мы про книжки подождите сейчас мы и так мы закончили с баку то есть сейчас вот среди вашего круга общения нет такого большого количества ребят оттуда или есть из баку из команды нет они как-то в основном кто там еще остался они или в баку или уже померли многие или москве как гусман или в израиле а здесь я честно говоря буквально такой вопрос прежде чем мы там дальше двинемся вот восемьдесят восьмом году значит приезжает семья значит я супруга вашу помню а детки на это да 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 две дочки уже одна одна доктор одна лоя как полагается так хорошо профессиональная судьба вот как сложилось в америке как сложилось я собственно так и работал всю жизнь по специальности я всегда был где-то на грани между хардвер и софтвер это после нефтяного института ну я кончал факультет автоматизации производства процесс в формальности измерительная и вычислительная техника первая моя работа была компания юнисис мы же в нью-джерси жили долго попали сюда и кстати вот тогда первая работа была связана каким-то военным проектом когда попал трудно понять кстати и это еще начинался и особенно всю свою карьеру когда ты дошел до такого уровня принципа левел программ менеджер делая там большой большой проект связан с заводом и здесь фактически за 25 лет жизни здесь мне пришлось повторить это будно начиная вот откуда юнисис потом был такой стартап потом много лица не сам микросистем где фактически опять же вот до такого уровня дошел где мы начали внедрять grid computing клауды а сейчас я решил последние уже пять лет я что же я буду работать только парт-тайм немножко заняться то есть это уже развлечение орако получается да или уже в другом месте нет после того как орако аквайр сан я уже перестал работать ну фута я и работаю сейчас я работаю замечательной компанией green dynamics есть такая которая сделала большая умница женщина виктория лифчиц которая работала у нас как тоже сани и за вот будет сентябре 10 лет как из группы людей 5-6 человек это выросло до 650 человек 50 миллионов долларов бизнес компания и сейчас мы как-то стараемся сфокусироваться на e-commerce solution и всякие там аналитика big data cloud integration такие вещи хорошо то а вы скажите допустим она у нас тоже на канале выступит с удовольствием с удовольствием она замечательная большая умница и по моему даже я не знаю мастер спорта и она была чемпионом по моему латвии по шахматам большая умница я приглашу обязательно давайте вы будете послом мира послом 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 силикон зале войска да значит тут у нас знаете вы не видите а тут на столе григорий принес там две книжки а у меня подарок подарок а у меня тоже моя книжка есть вот в ящике стоят я тоже читал уже да я вам алина печенская видел но с подписью нет мы сейчас будем меняться перед тем как мы будем меняться мою книжку вы все видели а вот григорий я знаете что хочу может быть я не спрашиваю почему пишутся книжки пришел тоже невозможно не писать это это я понимаю хорошо но вот в каком порядке они были и в чем как бы ну фишка что ли каждый каждый из них покажем какая ну во первых можно спокойно жить не не пися я не не писал много лет это сейчас когда у меня появилось уже уже немножко больше свободного времени за последние пять лет я написал вот эту первую книжку так называется прогулки с курицей и а почему что меня на это подвинуло потому что к сожалению это сказать ушла вот моя горячо любимая жена и мы потеряли от тяжелой болезни и я как-то решил память о ней посвятить ей книжку у тебя даже тут написано что памяти женщины жарницкой которая терпеть не могла эти истории потому что я слышала сотни раз за наши замечательные 44 года вместе я собрал смешные истории которые 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 мы вместе пережили или как-то с ней связаны в одну книжку это смешная книжка в юном возрасте женились да так я чувствую да нам было где-то 20-21 год отеля не было спать не приводил жениться вот такие фотографии тут и проколен кстати есть то есть это веселые истории из жизни веселой истории жизни меня подвину делал самосечь городницкий который изначально хотел на все долго мучился как ее назвать и вот она если здесь написано это здесь игра life это сам придумал амарина с городницким вы как-то знаю мы большие но небольшие но я считаю что друзья мы с ним переписываемся подружились мы с ним давно познакомился один его приезд сюда один из первых не с тех пор переписывались а то есть вы не были знакомы там нет и городницкий если ребят я понимаю что у нас много молодежи и много людей которые не знают может быть фамилии городницкий но вот из известных песен городницкого атланты да от лампы и аглой тоске не матерись сегодня ты снег 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 над палаткой кружится я тут смешно просто история названия потому что многое водных щит не все это тоже рассказывал но будет напиши это все не назови книжку американец с балкинским акцентом чувствуется макцент конечно они как-то я сидел в бане в корейской тут известное место с гариком прорабом который вы видели у нас на канале гарик что-то и вот он значит мне рассказал что его письма прислал обратно вернул письма которые он в 23 24 года писал из якутии будучи прорабом там настройки строил райком партии значит он писал московскому другу после окончания студии послали на работу и сейчас друг ему переслал обратно его письма и когда он меня в бане мы сели он открыл папку мы сидим паримся значит он открыл эту папку я начал читать его коррект я бы ты правы не имеешь морального держать это в папке бумажной это нужно напечатать да и он после этого стал вот публиковать и сейчас он помню три книжки написал ну есть здесь живет даже марина бичинская и публиковал да да если пойти на арик фамилия штутман если пойти на амазон написать штутман так выйдет я его найду так чтобы закончить тему названия и потом другие люди сказали что слово баку не надо сейчас писать потеряешь читателей а почему курица а вот почему курица это тоже то среднем предложил там есть такой маленький рассказик о том что моя мама покойная она была довольно известный доктор баку врач онколог хирург и она ездила на какую-то конференцию разные вот какой-то она была 70 начало 70-х годов минске сейчас помню и могу принципе всегда с едой в отличие от вашей ленинград проблем не я вообще москвы а из москвы но москве тоже не было проблем но баку как и в москве иногда чего-то не было вот чего то есть там рыба была всегда там черная икра была всегда но вот например могу не быть курицы вот так-то был период не было курицы это февраль месяц мама была в минске и там вдруг были курицы а там не было картошки черной икры и сыр и она купила 4 курицы еще чтобы вечерний флайд и она его привезет до флайд отложили до утра а в аэропорту курицы были мороженое естественно на в аэропорту было жарко куда начали таять на улице было где-то 25 морозов она набрала эти курицы за войска выходила на улицу прогуляться чтобы они подморозились а потом приходила и поскольку это ничто отражает вот написано но тут есть немножко и про американской жизни а ну вот а потом лишь написано довольно быстро хотя запишу как for quality а что правил там много ошибок я очень торопился а потом оказалось что много другого есть чего не написано это уже за последние пять лет когда мне появилось больше времени и я знаю все таки тактишка вышла когда тринадцатом году а это марте тринадцатого года а это марте этого вот только-только я вот будет презентацию сказать на ребятам покажем они есть на амазоне они на амазоне да да сейчас такая жизнь пошла вот пишешься по-русски в америке книжка лежит на амазоне может там прикупить да да значит лунная радуга такое провокационное название ну название это уже само пришло потому что из последних таких интересных поездок я был в африке и где в африке я был в южной африке кстати кстати поехал навестить ковенского друга который там оказался в юханесбурге нет он портили за битву живет но были в англии были в кейптауна в кейптаунском порту хорошо то есть там плохо но сейчас плохо но там красиво он очень похож на калифорнию кстати очень похож на калифорнию тоже вот у океана вообще весь этот океанская полоса и виноградники совершенно изуме и потом процентов восемь я впервые был такой очень мало очень довольно любопытно но это отдельная история но вот я попал после этого поехал в зимбабве на водопад виктория я хотел изумительно красиво и совершенно случайно следующим утром уже улетал обратно там написано все мое путешествие и там несколько вынесли смотреть ночью лунную радугу я бы чего лунную радугу оказывается чуть это никак не про не планируется потому что нужно так чтобы чистое небо и полная луна и он настоял так за водопадом и действительно и в 11 часов вот стоит абсолютно чистая радуга только не надо яркая как на солнечные она такая как будто вы смотришь через дымчатое стекло самая настоящая красота не то что скажем коммунисты лишили нас этого зрелища ну наоборот мы коммунисты очень любили это сама зимбабве такой же диктатор до сих пор живет вот он по моему приезжал на встречу с путиным не так давно есть диктатор есть там жуткий человек я посмотрел недавно пьесу называется завтрак с мугабе этого мугабе это вот все тот же самый это тот же самый мугабе 90 с чем-то лет сколько я себя помню этот мугабе у него красавица жена 43 года я видел там ее по телевизору и там полный порядок в атли там очень многие люди живут очень многие люди живут которые в южной африке там демократии порядка нет и большой уровень преступности то они держат дома там а там преступности не только не болтать этом у меня так получилось что я должен был ездить другом друг заболел и мне пришлось ездить по африке одному и совершенно такое уникальное возможно что я бы никогда не решился бы на это но у меня не было выбора просто и когда ты едешь один то ты общаешься с людьми больше чем проживут меня с тобой с тобой говорили все время об этом а так в аэропорту там все это подсел все это поговорил и вот я говорю с одной женщиной которая рассказывала что значит ее ученик там из какой-то деревеньки ближлежащие там кто-то что-то ляпнул они вытащили ребенка из семьи пришли там перед выборами положили на пень отрубили руку и сказали смотрите а если будет так голосуйте правильно все остальное отрубим все остальное но воровства нет я помню выходила самолета кто-то оставил айпад и какой-то мужик там черный бегал и кто оставил айпад я не думал что если в Сан-Франциско был такой сперлый мне напоминает спрашивали почему Робертино Лоретти самый честный человек на свете что он на весь мир кричит чья майка чья майка чья майка да а тут значит с айпадом ну хорошо а безопасно путешествовать по южной Африке преступность большая но по южной Африке я никогда не был один я я там вот был мой друг который потом заболел у него неожиданно там была прободная язва желудка он хочет в госпитале я дальше полетел в Зимбабве один а когда я обратно прилетел меня встретил сын уже в Ягонсбурге я бы я бы не стал там один есть то есть есть ощущение опасности да 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 там они ну там очень очень чем чем дальше тем хуже они становятся вот этот наш друг Мандела который там везде стоит он еще как-то держал это везде а вот сейчас мне такое впечатление как из разговоров с небольшим количеством русскоязычных людей которые рядом встречался говорят что становится все хуже то есть то есть фактически получается что как бы гопники без пахана оказались то есть возможно так возможно вообще так сказать энтропия возрастает и происходят такие вещи ну да а вот может быть пару слов мне все время ребята спрашивают а вот выборы кого выберут вообще я хочу сказать что вот я вспоминаю корчной недавно вот умерший да Виктор корчной гроссмейстер он свое время поднял но он не сам а вот сначала был фишер а потом корчной они подняли интерес к шахматам который раньше был такой абсолютно элитарный они подняли этот интерес на уровень бокса может быть или что-то такого же все все интересовались как игра потому что деньги стали платить фишер был первый человек который поднял это от каких-то символических сумм до тех миллионов которые сегодня существуют ну во всяком случае это было как сказать скандальность какая-то привезла предатель родины там измене чек без родины там да и вот я хочу сказать что выборы которые значит сандерс и трамп ну там конечно больше чем сандерс намного подняли на уровень вот бокса или там хоккея может быть баскетбола реалити шоу реалити шоу да вот может быть пару слов со стороны человека который в америке живет там уже четверть века даже побольше да там почти 30 лет а что что собственно за кого буду голосовать или нет нет ну вот общее восприятие вот что что происходит откроется клоун не просто клоун а уже казалось бы человек который вот последнего хохмачка судьей там мексиканцам да то есть казалось бы вот взять какую германию в германии политик который такое скажет один раз он перестанет быть политиком он исчезает с карты это немыслимо нет ни одной партии которая будет пачкаться об этого человека здесь он он такие вещи делает но минимум раз в неделю и и смотри как интересно это что 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 происходит со страной но тут есть конечно негативная часть вопроса но если как мы выросли в диалектическом материализме есть и положительная часть потому что я считаю что при всем при этом уровень политкорректности дошел до совершенно ненормального уровня когда уже уже нельзя какие-то вообще простые вещи говорить или просто что знаете вы эту дядю с бородой не пускаете в туалет где тут девочки ходят а чакаться тоже нельзя говорить и если трамп даже предположим если он делает это сознательно что поднять свой интерес своей персоне поднимает эту тему как и начинает говорить все и ребята а может быть действительно уже и можно поговорить так как говорится straight forward то я считаю что в этом есть определенные положительные моменты просто обращать мне народа что и уже есть какие-то вещи которые надо говорить как уже по-русски сказать не знаю как бы простым языком так скажем а без экивоков политически больше того есть ведь темы на которые нельзя было говорить в принципе но при этом скажем вот что у нас на границе мексиканское происходит и сейчас получается что как-то это привел в такое состояние когда ты не можешь больше это игнорировать это положительное положительное но вот вот люди которые вот одни как сумасшедшие бегут к социалисту который там на них смотреть страшно они же они же как погромщики вот эти которые за сандерса другие значит там хотят эти мусульман не пускать мексиканцев выгнать границу забором перекрыть там это это что же мама ли какая-то ну почему такой такой успех вот ну я не знаю думаю что все это отчасти связано с тем что поскольку так сказать на преподавательской ниве находишься это уже достаточно много в жизни своей занимался преподавательской деятельности она происходит того что народ не образованные их не учат их не учат истории их не учат того что сейчас происходит например с андерсом это во многом я считаю повторение того что происходило когда-то с гитлером 30-е годы когда его речь это напоминает его вот эти создаются отряды которые начинают его защищать и бить и других которые так сказать имеют право на что-то я нахожу определенную аналогию с этим но никто это никогда не не учил людей я не то я думаю что даже из своих студентов если взять я готов поспорить что больше 50 процентов понятия не имеют про историю второй мировой войны и вообще ну мы когда жили в ссср то мы вроде бы так вот вроде нас учили какой-то истории хотя она была спальсифицирована и там все что было но но дальше своем он доходил знали ли мы много про там допустим войну с бонапартом ну что мы ну что положено знали вот из войны и мира что-то узнавали ну вот чего-то сейчас вообще ничего не знаю и думаешь они знают что образованные знают ну конечно но образованные так образованные сейчас знают а вот эта вся толпа которые ходят они совершенно не образованы им отдают так сказать хлеба зрелище и деньги чтобы бить кого-то они идут ну пока еще не там не сильно кого-то побили там там яйцом каким-то просят ну все начинается понемножку да понемножку но я думаю что мы уже перешли как бы пик вот этого всего уже компания идет да я думаю дальше уже пойдет как обычно ну вот продолжать ругаться есть такой ансамбль называется ленинград конечно такой очень контроверсия у них есть такая песня про выборы 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 пандидаты это было да 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 они как бы так эпатируют публику ну что же значит про книжки рассказали вот люди которые думают об эмиграции у нас среди зрителей таких много они в лотерею green card играют они там по рабочим визам пытаются приехать там политическое убежище многие получать вот может быть из опыта жизни в сша там приближающегося к 30-летнему где граница между успешной эмиграцией такой состоявшиеся когда люди ну вот как бы все у них хорошо и и не успешной вот что что делает успех иммигранта успешным или не успешно ведь мы видели много людей которые там казалось бы они катались как сыр в масле они были состоявшиеся все у них было и здесь они никто и виде люди которые там вроде были тип никто и здесь они взлетели и крылья расправили и так далее все таки что что в основе хороший вопрос я просто из опыта могу сказать что я я по идее должен был уехать гораздо раньше и не уезжал я по двум причинам во первых баку было когда уже остался на начало то сказать советского снего хорошего смысла во вторых я уже был кандидат наук задачи сектора у меня была машина трехкомнатная квартира и была такая трусость определенная что ну как вот между 40 лет за 40 лет я вам это все буду терять и но до этого мне один человек сказал очень умную фразу и она совершенно точно сработала потому что я уехал когда началась вообще вот эта вся история там это конфликт и все это было сужая жуткий это отдельно тема говорить и когда я понял что там то есть этот человек который я не хочу назвать его он сказал такую фразу ты уедешь и вообще уезжать надо не туда куда ты хочешь уехать а надо уезжать потому что ты не можешь там жить где живешь где живешь вот когда ты ты должен понять что ты должен оттуда уехать а не куда-то приехать если эта формула срабатывает то я думаю дальше все останется я проассоциировал меня сразу выстрела я встретил паренька одного у посольства сша в москве и я ему говорю а ты куда а я извиняюсь это не было посольство это было было потрясающе лучшая очередь моей жизни я неделю стоял в очереди у московского авира сейчас или тогда тогда у авира московского я стоял и там получали выездную визу тогда же нельзя было уехать выездную визу и паспорт и паспорт надо было там же получить да и чтобы попасть внутрь этого дела нужно было очередь выставить и раз в день мы в 6 часов вечера собирались там чек 500 и они ну вычеркивали там кто не откликается перекличка была один раз я вел перекличку мне дали эти списки я громко выкрикил у меня вся жизнь про вот эти фамилии которые выгликал 500 штук я почти на каждой фамилии была какая-то ассоциация жизни это было невероятно и вот там я встретил парня которого да и я бы ты куда едешь потому что мы люди в израиль в америку там кто куда и он говорит да никуда ягод откуда вот это вот та же самая поэтому это форма успеха очень многие люди я тоже связано сейчас многими инженерами которые приезжают или даже хотели приехать а потом отказываются потому что уровень зарплат там повышается и положим там за 50 тысяч жить где-то там в тумске рубля можно город не доллар можно жить гораздо лучше чем за 100 тысяч а у кого в томске 50 тысяч друзья если кто-то у нас из томска или там рядом может быть новосибирс там но близлежащие места у кого есть 50 тысяч долларов или даже но это мне напоминает вот эту фразу знаете поскольку люди ждали коммунизма и ну там уже даже дата была назначена хрущевым восьмидесятые годы вы говорите что вместо объявленного коммунизма состоят олимпийские игры да и вот была такая фраза говорит скажите а при вот обсуждалось будут ли деньги при коммунизме говорю будут но не у всех вот и мы фактически живем уже при коммунизме когда деньги есть но не у всех ну возможно я не считаю себя специалистом по тому опыту получают тумске или саратове но я думаю что те кого я знаю ребята примерно так получают хорошо зарабатывать ну это не наши зарплаты вот примерно 45 тысяч получают ну хорошо ну что же значит я к нашим зрителям обращаюсь и я от их имени значит гения хочу поблагодарить за вот беседу и а у нас нет книжек там типы pdf где чтобы они висели там день так хочу почитать у кого я думаю я пока получаю основном удовольствие от этого это дело финансово не выдачно то есть на деле деньги не заработаешь ну да но кто-то вот хочет поделать но значит я хочу продолжать держать их пока аркапе да но что мне дает возможность встречаться с людьми вот меня будет девятнадцатого встречи вот здесь сан-хозе это совершенно такое с кем люди люди приходят которые меня знают или которые слышали я достаточно это через фейсбук распространение и это большое удовольствие а я думаю может быть вот эту книжку я уже через пару месяцев я переведу пидиэф поставлю ну хорошо тогда чтобы чтобы я был в курсе мы надеемся да я я тогда сделаю отдельный сюжетик даже вот там книжка стала доступна вот вам пидиэф там она сейчас доступна недорого стоит я могу сделать для студентов школы портного скидку 50 процентов просто пересылка я к чему говорю что моя книжка у нее номинал там 49 95 но пересылка туда кроме того что надо взять там отнести это отдельный разговор но пересылка даже можно на амазоне купить то есть можно жить там в россии купить на амазоне но 36 долларов 37 долларов пересылка но там есть амазон европейский амазон юкей да и там все это ночь еще и получается я потом тебе покажу всякий секрет нет нет надо сказать народу у нас книжка есть на амазон нюкей только не на амазон.com да а это amazon в лондоне а там уже как бы за углом буквально а там подешевле ну посылает дешевле сломано чем отсюда друзья смотри а это еще ближе чем там варшаве там может или надо надо в киеве организовать или амазон я тебе потом расскажу несколько секретов пересылки хорошо будем делать паблик это нет а то сейчас все начнут пересылать никто работать не будет хорошо то значит мы тогда так рукой там всем помажем вас так и тратим пока спасибо большое